Результаты социологического опроса опубликованы, не знаю кем проведённого, но опубликованы РИА новости. И сколько нужно для полного счастья? А где, в Москве или в Таганроге? По-разному. Средняя цифра 76 тысяч. Это для одинокого интеллигентного опроса. Я туда зашёл специально, можете попробовать посмотреть. Российское информационное агентство РИА новости, у них свой сайт. Мне на услуге такой оконце показало, проголосуйте. Там было 4. Последняя графа была более 120 тысяч. Я нажал на эту кнопочку. Тоже выскочил результат. Сколько? 22% на позавчерашний день посчитало из проголосовавших неизвестного количества людей. Для полного счастья нужно. Больше 120? Да. Ну хорошо. Люди ориентируются, они даже в мыслях-то приземлены. Если человек с хлеба на квас перебирается, то и на 76 тысяч это огромная часть. Да, да, да. Это не семьи, ничего. Ну я после известного наших занятий и споров на прошлой неделе посмотрел статистику. Вон у нас ребята по трансмашу ходят. 26 тысяч рабочих получается в среднем. С 35 тысячами со своими. Ну как ребята, им уже лет 35, а от 30 до 40 скажем так. И девицы примерно такие же ходят. И перемириваются, переглядываются. У нас уже 3 года работы никто не переженится нифига. У нас он пошел. Так, ну что значит, поехали. Товарищи, сегодня нам надо последнее осталось, что сказать за деньги. Это про мировые деньги. Ну с мировыми деньгами на самом деле все просто. Потому что если мы видели, что в рамках национальных границ признаются всякие заменители денег, в том числе. И то в международном обращении тут такие заменители уже не пойдут. Потому что авторитета правителя не распространяется на международные дела в такой степени. И тут имеет место хождение должно иметь только золото. Причем даже золотые монеты определенной циклочеканки, они прежде чем отправляться на мировой рынок, они переправляются в золотые слитки. То есть с них снимается всякая национальная идентификация. И вот это, товарищи, и тут, во-первых, так сказать, несколько все-таки вот это все, так сказать, так достаточно просто. Но тут вот некоторые вещи, на которых надо остановиться. Во-первых, Маркс пишет, что большой золотой запас вообще, говоря, не нужен. То есть большой золотой запас, это впустую деньги лежат у государства, это нерационально. Это правильно, конечно же. Но и тем не менее, тогда получается, что Сталин, который накопил две с половиной тысячи тонн, он действовал неправильно, а Горбачев, который все это спустил, он действовал правильно. Но это не так. Почему? Потому что здесь вот без диалектики, как говорится, здесь никуда. Маркс все правильно писал. Но в том, так сказать, дистиллированном стерильном мире, который вот Маркс описывает, простых товарных всяких операций, здесь нет места воинам, бракаде со стороны мировых империалистических держав и так далее. И, конечно же, наличие резервов, оно необходимо. И доказательство тому служат Соединенные Штаты Америки, не самая нерациональная с точки зрения экономики держава, которая имеет на сегодняшний день наибольший запас золота 6800 тонн. Я сейчас что-то не так сказал, Виктор Иванович? Нет, вы говорите, говорите. Давайте, ладно. Будем говорить дальше. Что вы с вами догадаетесь? Значит, второе, что здесь надо остановиться, сейчас у нас не в мировых расчетах, не золотые слитки. Надо сказать, что еще в середине прошлого века, вот скажем, Советский Союз со странами, которые поставляли ему вооружение и оборудование по лент-лизу, продовольствие и так далее, расплачивался, как по Марксу, золотом. И даже известно, что один крейсер с этим золотом, Эдинбург английский, он утонул, его потопили немцы на севере где-то, его недавно золото оттуда достали. И Америка. Вот, да. То есть, классический шел расчет в золоте. Сейчас у нас, как известно, расчеты между государствами, как правило, осуществляются не в золоте, а долларами. Или евро. Или евро. Или футенстерлинг. Вот. Но, короче, национальной валютой, как правило, все-таки в долларах. Огромное большинство расчетов производится в долларах. И все валюты привязаны к доллару. С каких пор это пришло? Пришло. Последний, кто обменял доллары бумажные на золото, был товарищ Деголь. Он во Франции провернул эту операцию во второй половине 60-х годов, точно не помню. И в 58-м. В 68-м даже прямо. Ну и практически, значит, сразу, практически после этого он чуть не был съеден цветной революцией, развязанной транскистами. И так называемая французская революция 68-го года, которая, конечно, была никакая не революция. Это американцы научной транскистов, чтобы те сняли Деголь. И после этого был принят закон специальный в Америке, который запрещал принимать бумажные доллары за золото. И то, что сейчас во всем мире используются американские представители денег, вот мне здесь видится элемент такой, что авторитет этих денег подкреплен авторитетом Америки в первую очередь в военной области. Но также, возможно, и в экономической. То есть, ты, в принципе, можешь эти доллары не брать, можешь требовать за них золото, но, во-первых, Америка тебе золото не даст, потому что это нарушение закона, там демократия, там все по закону, закон был принят. Вот, а во-вторых, у тебя начнутся проблемы, окажется, что у тебя там какие-то недовольные есть внутри, и куда-то ты, так сказать, можешь после этого отправиться. Да, да, да. Вот, так что это вот здесь хождение доллара, оно имеет некие аналогии как бы с внутренним хождением в связи с таким вот положением Соединенных Штатов Америки в современном мире. Ну, а хождение евро в меньшей степени, во-первых, евро почему ходит? Потому что оно может в любой момент быть конвертировано на доллары, в том числе. А лидирующая валюта все-таки доллар является. Ну, а потом Европа тоже некий центр силой является, представляет о себе. Но, правда, конечно, несопоставимый с Америкой. Поэтому, я думаю, если я не прав, Виктор Иванович меня поправит, и оборот в евро, он намного меньше оборота в долларах. Это что касается мировых денег. Вот два таких момента здесь затронуты, сейчас обсудим, я думаю, у кого-то будет что сказать. И еще есть такой момент. Вот мы заканчиваем грамму деньги, и тут, наверное, все-таки надо сказать. Вот часто можно услышать, что цена золота такая-то и такая-то. Ну, имеется, цена там унции золота, вот, такая-то и такая-то. На первый взгляд, это напрямую противоречит Марксу, который говорил, что у денег цены быть не может. Это совершенно верно. Потому что, если цена – это денежное выражение стоимости, то какая цена может быть у денег? Но здесь, я думаю, это просто вульгарное такое выражение, не вполне допустимое с научной точки зрения. На самом деле, конечно, представители денег, они могут обмениваться на реальные деньги, на золото в той или иной пропорции. Но насколько здесь, вот мне видится, что тут не коверкны такие термины, как цена, купля, продажа и так далее. Но я себя не прав, Виктор Иванович, меня поправит. Да нет, есть такое выражение, иррациональное выражение цены. Вы сказали, вульгарное, можно и так сказать. Я хочу вернуться к тому, что вы перешли после Маркса совершенно правильно к современности, и задать слушателям нашим, участникам кружка, кайрозный вопрос. Вот Маркс доказал, обосновал, сделал выводы, что в мировых расчетах деньги – это золото. Ничего другого нет. Да, вопрос, а как сейчас? Пока вы думаете, напоминаю, что золото вообще в расчетах между государствами сейчас не применяется. Золото находится, как справедливо Иван Михайлович привел, частный пример в Соединенных Штатах Америки, в хранилищах центральных банков. Расчеты идут, возьмем это слово в кавычках, в мировых валютах. Главное является доллар, на втором месте евро и так далее. Виктор Иванович, а у вас вопрос, может быть, Маркс был неправ? И некоторые говорят… Нет, а вот тут не видится то вот и есть, что Соединенные Штаты, используя свои преимущества в военной, экономической и технологической областях, они вот здесь как-то вот нагнули. Здесь, конечно, не оккупация, здесь об оккупации говорить нельзя, но тем не менее… То, что раньше было внутри одного государства, но теперь вышла международный уровень валюта, так, как она действовала, ну то есть были представители денег, а теперь представители денег на мировом уровне. Почему? Ну, потому что правильно Иван Михайлович сказал, что силой оружия, силой… Ну вот цепочка, цепочки, цепочки нет, цепочки нет. Что раньше деньги были подкреплены золотами, по-моему-то? Нет, деньги это были знаками стоимости, они были подкреплены силой государства. Почему бумажки брали, ну, силу необходимости? Но государство, имея определенные рафты здесь в определении стой эти, номинар этих бумажек… Да, в расчетах между государствами применялось что? Золото. Золото. Либо… Селебные монеты, золотые монеты, может быть, хотя, как Марс пишет, это уже не совсем-то. Вот. А что с этими золотыми монетами делать их? В обращении себя не будешь пускать, там же чужая рожа нарисована. Ну, по-простому идти, мы должны следить… Значит, Марс когда написал «Капитал»? В 1867 году, правильно? Да, да. Сейчас свободный, да, да. Вот, совершенно верно. Да, сейчас империализм. Капитализм, да, развивался из капитализма свободной конкуренции, он перерос в монополистический капитализм. А для монополистического капитализма, ну, еще, как называют империализм? Что характерно? Способственно, да. Понятно. Деление стран на две группы. Первая – небольшая группа. Собственно, империалистические страны, да, хищники, которые грабят остальную меру. И большая часть эксплуатируемого государства. Поэтому что получается здесь? Вы вывод-то совершенно правильно сделали. Что крупные империалистические государства или хищники, они за счет своей вот силы, экономической, военной, политической, они как бы заставляют, принуждают многое. В том числе и брать свои денежные знаки, знаки стоимости. Используют, да, в расчетах. Почему доллар? Ну, потому что Америка является совершенно верно сегодня самой крупной империалистической страной, и, так сказать, все другие империалистические страны, они как бы идут в фарватере этой общей политики. Теперь, с другой стороны, это вот такая общая канва. А с другой стороны, как вот шло развитие той же самой денежной системы. Ведь был этап, ну, свободный, сказать, обмен бумажных знаков на золото. Ну, если там, сказать, царский рубль наш. Если у вас были ассигнации, вы могли пойти. Да, да, да. Николаевский или, наоборот, поменять. То же самое и доллар на ухождение. То есть, как бы, вот такая промежуточная ступень. И доллар был привязан к определенному весовому количеству золота. Затем, это, так называемая, бреттон-вудская система была разрушена. И на чем сейчас держится вот этот доллар, который называют мировой валютой, но только на силе, мощи, вот, я думаю, не только на силе. Я думаю, что если, вот, как пишут часто, если доллар обрушится, то пострадает не только США. У многих долговые обязательства в этом долларе. Совершенно верно. Совершенно верно. То есть, крупнейшая империалистическая, сказать, держава, как бы заставляет, понуждает своей силой, экономической, военной, политической, вот, использовать в расчетах между государствами доллар. А вот то, что... И это есть вывод того развития капитализма и его перерастания в империализм. На сегодняшний этап. То есть, то, что, скажем, вот, Россия покупает, вот, у нее деньги есть, да, резервный фонд какой-то там, покупаются обликации займа США, а не золото, это результат определенного принуждения получается. Надеваться некуда, конечно. Вот обратите внимание, как поступает, ну, нынешнее, сказать, буржуазное руководство России. В последние годы стали активно покупать золото. А где? И наращивать. Америка не потает. Прежде всего, на внутреннем рынке. Россия один из крупнейших производителей золота. А раньше все гнали за границу золото, добываемое у нас. Ну, понятно. Да не гнали, что продавали на рынке. Ну, вот, сказать, глобалу разноголицу. А сейчас покупают практически все, что производится внутри страны. Государство покупает и направляет в хранилище от Центрального банка. Поэтому золотой запас России сейчас активно увеличивается. Наверное, с точки зрения, так сказать, буржуазного проведения, так сказать, национальной политики, буржуазной, это правильно. Но с точки зрения Маркса это нерациональное выведение в сокровище денег. Из двух зол выбирают меньше. Без резервов жить нельзя. Потому что мы это обсуждали, вопрос я не хотел бы повторяться. Дважды Россия теряет за счет того, что использует в расчетах доллар. И дважды Соединенные Штаты Америки нагревают руки себе на это. Доктор Иванович, а вот у вас нет данных, какой процент мировых расчетов занимает доллар, а какой все остальные, как говорится, мировые валюты? Нет, он больше половины, конечно. То есть, подавляющие преобладания. А вот все-таки империализм-то у нас уже сто с лишним лет, до второй половины 20-го века, можно сказать, еще в золоте были расчеты-то. Ну, они были, так сказать, как в отдельных примерах, как вы сказали. Самое главное то, что доллар привязан... Ну, доллар до 68-го года мог быть обменен на золото. Да, он был привязан по жесткому определенному курсу доллару, может быть, обменен. На этом держалось. Но потом это рухнуло, выяснилось, что Америка не способна обеспечить это дело. За это они Деголью и не любят. Так, товарищи, я прошу прощения, я вначале забыл. Обычно мы начинаем с этих, с комментариев под предыдущим роликом. Буквально два слова надо бы тут сказать, потому что, во-первых, спрашивал наш товарищ, главный редактор газеты «За рабочее дерево». Он просил еще раз объяснить, вот, что происходит, почему падает стоимость товара отдельного перепроизводства товаров. Как вот это вот происходит. Вот, товарищи, еще раз вот это вот крупно покажем. Значит, пусть произведено у нас число необходимых товаров, ну, скажем, вот всеми там портными, сшито N сюртуков, которые нужны. И сшито N сюртуков, которые не нужны. Вот, в целом у них N плюс N. И пусть стоимость каждого сюртука X, и таким образом общая стоимость Y, произведенных всех, получается, Y равняется N плюс N умножить на X. Но, так как у нас востребовано только N сюртуков, только N, то тогда у нас полезная стоимость, та, которая востребована, то, что и есть стоимость, равняется N на X. Это труд, затраченный на производство востребованных полезных товаров. Те товары, которые не востребованы, на их производство, это нельзя сказать, что был затрачен труд, потому что труд – это деятельность целесообразная по производству потребительных стоимостей. То, что не попало в число потребительных стоимостей, на них не был затраченный, абстрактный в том числе труд. Нельзя так сказать, что это труд. Это некая деятельность, свое удовольствие. Вот. И в целом вот совокупная стоимость равняется N плюс N умножить на X со штрихом, где X – вот новая уменьшенная стоимость каждой отдельной вещи. Почему? Потому что кто-то из портных свой реализовав структу, кто-то не реализовав, но в целом их стоимость упала в среднем именно на такую величину. Как писал Маркс, все отвечают совокупно. То есть все здесь повязаны круговой порукой все портные, и у них в условиях свободного товарообращения, и у них все стоимости взаимосвязаны. И вот теперь уже стоимость каждого отдельного сюртука равняется X штрих, где X штрих равняется стоимость, вот сколько они все-таки труда-то потратили своего абстрактного, умноженного на такую дробь, где знаменатель всегда больше числителя, поэтому эта дробь всегда меньше единицы, и таким образом она упала. Тут еще надо два слова добавить, то что вот упал спрос, это не значит, что переизбыток действительно все ходят одетые, в хороших сюртуках и так далее. При капитализме действует так называемый протежеспособный спрос. И здесь, ну это мы попозже разберем подробнее кризисы, но просто здесь вот надо понимать, что кризис перепроизводства, это на самом деле кризис такого перепроизводства, что не обеспечивается протежеспособный спрос. И выходит из золотого кризиса перевооружением производства и оснащением производства более производительным оборудованием. А раз более производительным, то тогда падает стоимость, и товары начинают покупать, в том числе и бедные люди, и спрос увеличивается, и таким образом выходит из кризиса. То есть кризис перепроизводства лечится не тем, что заводы бомбят и перепроизводство ограничивают, а тем, что ставят более производительное оборудование с меньшей трудоемкостью производимой продукции. Это первое. И второе. Значит, товарищ спрашивает один. Вот в этом соотношении мы необходимую массу денег рассчитывали как сумма цен на скорость оборота. Значит, он спрашивает, а чем, собственно, масса денег отличается от суммы цен? Ну, здесь понятно, что сумма цен должна быть делена на скорость оборотов, а массу денег здесь надо понимать в прямом. Вот мы рассматриваем сейчас простое производство, где имеют вхождение только лишь либо деньги, либо представители тех денег, которые где-то лежат. И массу здесь надо принимать в прямом смысле. Вот какую массу денег взяли, начекали ли из них монеты, такую вбросили производство. Почему? Если бы у нас был бы разовый акт наших обменов, купли-продажи, тогда здесь у нас, да, эта масса соответствовала сумме цен. Но так как у нас за единицу времени происходит несколько оборотов, вот этих метаморфозов, о которых мы говорили, то тогда эту сумму цен необходимо поделить на скорость обращения, которая больше единицы. И опять же, эта масса денег, она меньше той массы денег, которая соответствует сумме цен. А в чем разница между массой денег и суммой цен? Ну, я думаю, это понятно. Масса денег – это вот в прямом смысле этого слова масса. Это масса золота. А сумма цен, ну, цена, как мы говорили, это некое идеалистическое представление денег. Мы вот когда своему товару назначаем цену, то это некое, нечто такое нематериальное. Поэтому разница между массой и суммой, здесь, конечно, есть. Здесь нельзя говорить, что масса денег равняется сумме цен. Она соответствует сумме цен. Масса денег. Так, все, Петр Иванович. Наверное, все, раз вы не распоряжились. Так, все, товарищи, тогда мы начинаем. Можно вопрос? Вот насчет того, что вы говорили. Где там это у Маркса написано, что стоимость снижается при производстве излишков товаров? Это где у него описывается? Это у него описывается в обращении. В параграфе обращения. Там у него деньги как средство обращения, денег как средство протяжа. Он может перечитать. Я сейчас не могу перечитать. Точно не цена снижается, а именно стоимость, да? Стоимость. И это есть еще раньше у него. Там, где формы стоимости. Но я тоже сейчас открыть на нужном месте и зачитать не могу. И у него там даже есть вот это выражение. Вот вы сейчас будете пока рассказывать, я поищу. Так, я тогда начну. Да, будете отметить, что новую игровую начинаем. Большой праздник нынче. Второй отдел начинаем. Превращение денег в капитал. Глава четвертая. Превращение денег в капитал. Всеобщая формула капитала. Вот мы изучали товарное обращение. И мы знаем формулу товарного обращения. Товар, деньги, товар. Изучая развитие товарного обращения, мы видели, что вершиной его развития является появление денег. И это появление денег, оно, ну, как бы, такое наиболее развитая форма товара, можно сказать. Превращение. Когда один из товаров выталкивается из всего мира товаров. И это же, эти же деньги, они становятся первым этапом появления капитала. То есть, денег, начинает появляться капитал. Так, что здесь можно сказать. Вот форма товарного обращения, товар, деньги, товар. А форма обращения капитала будет деньги, товар, деньги. Здесь, в этих двух формулах можно увидеть общее. То, что здесь присутствуют и в том и другом случае акты купли и продажи, то, что участвуют покупатель, продавец, участвуют три контрагента. Но есть принципиальные отличия. Принципиальные отличия, например, в том, что вообще товарный товарообмен, его задача – это в конечном итоге акта товарного обмена на деньги приобретается товар, который удовлетворяет потребность, конкретную потребность. То есть, товар выступает как потребительная стоимость. И, в общем, здесь акт товарообмена закончен. Закончен в том смысле, что если мы захотим продлить товарообмен, ну, как бы дальше он будет происходить товарообмен, то это уже будет другой акт товарообмена. Там уже будет снова товар меняться на деньги, деньги меняться на товар, тогда как в формуле обращения капитала все начинается с денег, они обмениваются на товар, и дальше товар снова обменивается на деньги. И мы, собственно, от чего ушли, к тому и пришли. Начали с денег и закончили деньгами. И эти деньги, к которым мы пришли снова, они снова могут выступать, то есть на них снова можно купить товар и снова обменять на деньги. И это, в общем, бесконечные такие циклы. И никакого удовлетворения конкретных потребностей товар здесь не производит. здесь задача обмен денег на деньги. Это и есть... Ну, да, надо еще сказать, что тут обмен не просто денег на деньги, от них, допустим, 100 фунтов стерлингов на другие 100 фунтов стерлинга посредством какого-то товара. Это было бы бессмысленно. То есть тут весь смысл в том, что после такой операции происходит превращение денег, то есть увеличение количества денег. Купили мы товар за одни деньги, например, за 100 фунтов стерлингов, а продали уже, например, за 110. Получается, что разница составила 10 фунтов стерлингов. Это и будет называться... Вот эта разница в 10 фунтов стерлингов, она будет называться прибавочной стоимостью. Здесь можно в этой формуле уточнить, что в этой формуле деньги-товар-деньги, так же, как и в формуле товарного обращения можно рассмотреть фазы купли и фазы продажи. Сначала на деньги покупается товар, это купля, и потом продается, это продажа. Здесь в этом процессе есть покупатель, есть продавец, и один из участников, третий контрагент, это лицо, которое и покупает, и продает. Что тут еще сказать? Разница в том, что в товарном обращении товар продается, получаются деньги, и потом эти деньги при покупке другого товара расходуются. Они израсходовались, товар употреблен, и все, на этом цикл закончен, товарный обмен состоялся. В обращении капитала же деньги, они не расходуются, они были, обменялись на товар, и потом... Они, собственно, для чего и обменяются на товар? Ровно для того, чтобы вернуть их обратно. То есть, получается, что деньги здесь, они не расходуются, не тратятся, а они авансируются для того, чтобы потом их вернуть, и вернуть при вращении. Судвижение капитал не знает границ. Да. А потом обердение капиталистов. Здесь, да, насчет формулы. Понятно, что формула, если она выглядит как деньги, товар, деньги, то... Ну, это не совсем правильно, потому что, если мы хотим здесь приращение, то правильно рисовать товар, деньги, товар, деньги, штрих. И вот эти деньги, штрих, это деньги с приращением. Конечно, если не повезет, их может и меньше стать, но все-таки капиталист стремится к тому, чтобы было больше. Деньги штрих равно деньги авансированные плюс дельта д, это вот это приращение, которое есть в прибавочная стоимость. Ну и вот, собственно, все это движение денег вот такое с приращением, это и есть движение капитала. То есть, в этом процессе деньги превращаются в капитал, а человек, который вот все это производит, который персонифицируется, вся эта операция вот в этом человеке, он и есть капиталист. Что еще можно сказать? Сравнить его с накопителем сокровищ. С накопителем сокровищ. Ну, да, накопитель сокровищ, у него задача состоит не потерять деньги, накопить, он их копит, но они не самовозрастают. А капитал, то есть, вот именно капиталист, он умнее поступает, он, конечно, рискует. То есть, тот, кто положил сокровище, ну, положил золото, и оно и лежит, и лежит. И оно даже если подешевеет, то не принципиально. Ну, конечно, его можно потерять или его могут украсть, но капиталист, он, у него именно идет прирост, потому что он вложил какое-то дело, у него деньги делают деньги, в отличие от того, чтобы рассчитывать сокровищ. У нас накопитель сокровища можно назвать помешанным капиталистом, в то время как капиталист является рациональным собирателем сокровищ. капиталистом, то есть, да, они не лежат, те же, можно сказать, сокровища, но они не лежат мертвым балластом, ну, просто ничего не работают. А здесь, получается, они работают, заставляют двигаться экономику, в общем-то, это хорошо, но ему приносят прибавочную стоимость. Капиталист знает, что всякие товары, какими бы оборвавшими они не выглядели, как бы скверно они не пахли, вот, ну, очевидно, прежде всего, в переносном смысле, запах имеется. Суть деньги в духе и истине, евреи внутреннего обрезания и, к тому же, чудотворное средство из денег делать большее количество денег. Потом еще замечаем насчет туристовхического, промышленного капитала. Да, насчет промышленного. Вот тут в этой формуле, про которую я говорил, ну, очевидно, что купеческий капитал, ну, вот, то есть, вот эта формула, она легче всего отображает купеческий капитал, то есть, когда на деньги покупается товар, продается, но, однако, и промышленный капитал, в общем, тоже выражается такой же формулой, там тоже деньги вкладываются, вкладываются там в средства производства, производятся товары, продаются, в общем-то, по формуле, да, все то же самое. Приморочный специфический товар. Да, вот единственное, с купцами все понятно, вроде, вот, когда он капиталистом становится, когда он покупает какой-то товар для того, чтобы его продать и получить прибавочную стоимость, с этого момента он становится капиталистом. А вот как насчет с производством, он был ремесленник, на каком этапе он становится капиталистом? А то же самое, как покупает и продает, что он покупает капиталист, то у вас, когда вы к нему приходите работать? Что вы продаете? Ну, то есть, когда… Вперед убегает. То есть, пока он не покупает рабочую силу, чтобы произвести прибавочную стоимость, получается, он и не капиталист. Нет, конечно. А мелкий буржуа, он же, если он, допустим, не использует. А если много денег накатил, вот, с целью потом. И что? Мелкий буржуан, не капиталист? Личинка? Нет. Нет. Мягкий капиталист, вот, когда, скажем так сказать, владеется трех фур, на которых наемные пашут, это мягкий капиталист. А владеется одной фурой, на которой он сам брулит, это мягкий буржуа. То есть, буржуа – это не то, что он может капиталист? Мягко-буржуазный… Тут неудачный термин. Мягко-буржуазный элемент – это христианин и наличник. Он там ходит в раптях, там, драных, и все такое. Он мягко-буржуазный элемент. Мягкий буржуа. Мягкий буржуа – это тот, кто с тросточкой там и в цилиндре. Вообще, мягкий буржуа – это… Собственных средств. Капиталист начинается тогда, когда основная часть его дохода получается через вот туда. Да. И потом тут скажешь, что такой капитал. Капиталист тот, кто продает, а потом каким-то вот образом волшебным, вернее, покупает, у него есть деньги, он покупает, а потом каким-то волшебным образом продает дороже. А что это за такое вот это самое волшебство? Это вот мы потом увидим. Откуда тут берется-то вот это дельта-д? Ну, это… Значит, прошу прощения, Сергей Викторович. Трудсу сдает. Значит, конечно же… Ну, давайте закончим сейчас. А, да-да-да. Прошу прощения. Еще можно сказать, что… Так, про расставщический капитал вроде как… Ну, тут Маркс пишет, что эта формула сокращается. То есть, если деньги какой-то под процент куда-то кладутся, и получается процент, рантье, в общем, я так понимаю здесь об этом. И тогда это выглядит как формула деньги… Деньги-штрих. Деньги-штрих. То есть, товар тут… Но это тут, мне кажется, не надо понимать так, что здесь нет товара, он тут есть, но просто не данный конкретный капиталист на деньги покупает товар и потом продает, получает деньги-штрих. А этот рантье, он такой капиталист, который поручает эту задачу – купить на его деньги товар и потом снова вернуть деньги другому капиталисту. – Слушай, это же мы не в третий том завязали? – Ну, просто здесь это так сокращено, и ты куда-то пропала, так смотришь, опа, где-то это. – А я не только пойму, потому что вообще, говорите, рантье, это уже люди из третьего тома капитала, нет, Виктор Иванович? – Да, ну, вот просто, чтобы тут… – Иначе тут непонятно, куда ты делась, и почему эта формула вдруг не стала ни сего сократилась? – Пока это упрощенно. – Да, совершенно верно, конечно, прибавочная стоимость может появиться только из производства. – То есть, доходы рантье – это точно так же эксплуататоры рабочих, как и непосредственные работодатели. – Только другой капиталист это делает, а он его поручает. – Вы, так сказать, не пишете заявление. – Ракурс общества. – Да, 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 это уже перераспределение в рамках всеобщества. Это второй или третий том, Виктор Иванович, подробнее об этом. – Процесс обращения… – Нет, процесс обращения капитала вторым, а непосредственно формы прибавочной стоимости, то есть формы капитала, как они в действительности проявляются, это третий форм капитала, конечно. – Вот обратите внимание, там он же пишет, почему эта формула товар, деньги, товар, штрих является всеобщей формулой капитала, там добавление. – Наоборот, деньги, товар, деньги, штрих, да? – Деньги, товар, деньги, штрих являются всеобщей формулой капитала, как она непосредственно проявляется в обращении. – То есть, вот смотрите, логика исследования капитала, она соответствует логике развития товарного производства, да? – То есть мы заканчивали, то есть рассматривали формулу простого товарного обращения. – Товар, деньги, товар, да? – И это то, что чем заканчивается формула простого товарного обращения – это начало денежного обращения. – То есть речь идет пока об обращении капитала. – Это мы потом выясним, что источник вот этого чудесного, так сказать, приращения находится в производстве. Поэтому он называется всеобщей формулой капитала, как она проявляется в обращении. – То есть источник там пока не виден, не ясен. – Это мы потом выясним. – А вот вернемся, вы справедливый вопрос задали, начали рассуждать по поводу примеров, там мелкой буржуарь, ремесленник, где у него там источник его дохода или приращения, есть он вообще или нет, с точки зрения теории, как вот здесь вот у Марса рассматривается. – Значит, вернемся опять к формуле товарного обращения. Товар, деньги, товар. Значит, в начале что у нас идет? Товар, как потребительная стоимость. То есть продается товар, чтобы купить другой товар. То есть что интересует товаропроизводителя? Потребительная стоимость. Как потребительная стоимость, все товары качественно различны. Качественно различны. – И такую формуле… – Опоменную сумму, сейчас я его закончу. – Да, да. – Там равенство. – Да. – Ведь обмеются эквиваленты, там нет никакого превращения, в принципе, там равенство. Цель уже правильно об этом говорили. – А что касается формулы денежного обращения, то у нас здесь в начале деньги, в конце – деньги. Там нет никакого различия потребительной стоимости. Потому что деньги – это как бы всеобщее воплощение и выражение миновой стоимости. Здесь есть только, может быть, в принципе, количественное различие. И вот дальнейшее развитие показывает, что да, и вы правильно об этом сказали, что цель здесь получается – вот превращение, потому что бессмысленно пускать деньги, какое-то определенное количество денег в оборот, в дело, чтобы получить точно такое же количество. Смысл всего этой формулы, всеобщая формула капитала, чтобы получить некоторое превращение, которое, правильно сказали, является прибавочной стоимостью. А уже дальше мы выясним этот источник чудесного возрастания. Это первое. И второе, еще раз уточните, почему возможно это само возрастание? Потому что миновая стоимость, она, так сказать, деньги является всеобщим воплощением богатства, абстрактным, да? Всеобщим выражением миновой стоимости. Ну, совсем по-простому. Вот вы продали один товар, чтобы купить другой товар, да? Сколько тарелок супа вы можете съесть? Одну можете съесть за обед? Наверное, да? Две можете съесть? Можно. А три постараться? Тяжело. А четыре, наверное, уже невозможно. А денег вы можете? Много? Есть какие-то ограничения? Можно коллекционным вином запивать там до бесконечности. Понятно. Ну, ладно. Суп. Суп. А вот увеличение количества денег в ваши карманы, никаких пределов нет. Можно добавить, да? Да, нужно, конечно. Вот это… Целью настоящего капиталиста является неустанное движение вновь и вновь получаемое им призывами, то есть превращение. Но вот при еще продолжающейся разгроме материально-технической базы коммунизма нашими эффективными собственниками, они предпочитают, ну, особенно учитывая неподъемные кредитные ставки псевдобанков российских, например, предпочитают не вывоз капитала, а вывод денег, получаемых на счет компрадорского расхищения ресурсов и средств производства, их уничтожения. То есть выводят их и кладут в офшорные всякие зоны. То есть это получается сокровище? Начиная там с какого-то Массачудзеса или какой-то там маленький штат есть, то ли Рот-Айленд, штат, где… Да, что там? Она есть? Она есть. И всякие там Виргинские, Каймановые острова. Потерпо есть минут. Вот. И покупают себе там замки, какие-нибудь корабли, яхты. То есть они по терминологии варса становятся постепенно помешанными капиталистами. То есть превращают капитал от незаслуженной до старшейся по халяве при приватизации в свои сокровища. Ну, хорошее добавление, кстати, пример отношения нашей жизни. Опять вернемся. Капиталисты – это кто такой? Понятие капиталисты, да? Для определения. Персимифицированный – капитал, да? Да. А капитал-то – самовозрастающая стоимость. Поэтому вот те примеры, которые Степан Степанович перевел, да все мы знаем по нашей истории. Ну, условно говоря, наших капиталистов можно разбить на две группы. Не берутся пока в количестве, но брать примеры. Первые капиталисты, в кавычках и возьмем, которые не соответствуют понятию капиталиста. Вот он силу определенных обстоятельств получил, часть народного и общественной собственности, и что дальше делает? Просто продал. Продал станки, продал оборудование. Это капиталист, который не отвечает определению капиталистов. Да. И другая часть меньше, которые как-то еще пытались сохранить, развивать производство, получать прибавочную стоимость за счет… Это мы будем дальше исследовать. То есть они соответствовали понятию капиталистов. Иван Михайлович, идите. Так. Ну и подытожив. Значит, что можно сказать? Что если при простом товарном производстве у нас обмениваются по формуле товар, деньги, товар, товары, имеющие одинаковую стоимость, но принципиально разную потребительную стоимость. И в этом суть обмена. При таком обмене люди непосредственно, как при простой единичной форме стоимости, так и через деньги, товар, деньги, товар, они обменивают то, что им не нужно, тот товар, который им не нужен, на тот товар, который им нужен. Одинаковые стоимости. Суть вся в том, что разные потребительные стоимости. Уходим от того, что не нужно, берем то, что нужно. При форме «деньги, товар, деньги, штрих» у нас обменивается одно и то же по потребительной стоимости, а деньги обмениваются чисто количественная разница, имеет место в превращении. первые деньги, которые стоят в формуле слева, так как они должны вернуться, то их называют еще авансированным капиталом. Авансированной стоимостью, авансированной стоимостью. А деньги «штрих» равны авансированной стоимости «д», плюс дельта «д», прибавочная стоимость. Ну и тут вот сказано так вот у Макс, интересно, стоимость то принимает, то сбрасывает с себя товарную форму и нуждается в самостоятельной форме. И она обородает этой формой в виде денег. Но не приняв товарной формы, деньги не могут стать капиталом. А они здесь не выступают против товаров полемически, как при накоплении сокровищ. То есть если человек, который купит сокровища, ему там говорят «ты купи себе товар, что-то полезное», он говорит «останьте от меня, я ничего не буду покупать, у меня вот я с собой все это туда заберу». А здесь вот невозможно без товаров, обладающих потребительной стоимостью, без их купли и последующей продажи, невозможно увеличить свою стоимость. Поэтому здесь вот это и по лимитам нет. И стоимость корпуса в марте становится самодвижущейся стоимостью, самодвижущимися деньгами. Капитал – это самовозрастающая стоимость. Вот это вот то, что по этому поводу сказали. Я вот не знаю, надо ли вторую сейчас нам главу начинать. А вот второй параграф. Второй параграф. Ну а что тогда глава такое? Мы сейчас второй раздел. Превращение. Глава четвертая. Это превращение денег в капитал. В нем три параграфа. Это, параграф. Ну вот, называется… Глава четвертая. Параграфная. Глава четвертая. Только два слова. Минуточку. То, что Сергей Викторович спрашивал. Это рассматривается там, где метаморфоз к товаров. То есть, вот этот случай с понижением стоимости при перепроизводстве, он, конечно же, имеет место урагично рассматривать там, где рассматриваются метаморфозы товаров, хотя еще где-то видят. Потому что тут как бы эта цепочка разрывается, невозможно продать. Вот. И что пишет товарищ Маркс? Допустим, наконец, что каждый имеющийся на рынке кусок хорста заключает в себе лишь общественно необходимое рабочее время. Тем не менее, общая сумма этих кусков может заключать в себе избыточно затраченное рабочее время. Если чрево рынка не в состоянии погротить всего количество хорста по нормальной цене 2 шиллинга за аршин, то это доказывает, что слишком большая часть всего рабочего времени общества затрачена в форме ткани хорста. Слишком большая часть всего времени общества. Результат получается тот же, как если бы каждый отдельный ткач затратил на свой индивидуальный продукт более, тем общественно необходимое рабочее время. Здесь имеет силу поговорка «вместе пойман, вместе и повешен». Весь хорст на рынке функционирует как один товар. Каждый кусок его только как соответствующий отчасти этого одного товара. И в самом деле стоимость каждого индивидуального аршины есть материализация одного и того же общественно определенного количества однородного человеческого труда. То есть при переизбытке то, что труд затраченный на перепроизводство, на избыточный товар, это не труд в политэкономическом смысле этого слова. Это не есть абстрактный вот этот труд. А об этом Макс пишет где-то еще в начале, там где он про труд говорит. То, что полезный труд, тот труд, который затрачен на товар, который востребован. Если товар не востребован, то это не труд в политэкономическом смысле этого слова. То есть получается весь товар из холст нельзя обвинять на какой-нибудь другой из товара. Да. По равной цене. Да. И стоимость хорста все равно такая, за которую получили другой товар. А то вот это самое избыточное, это вот то, что избыточное приведено, то не имеет стоимости. То есть он не имеет стоимости, это просто мертвый груз, да? Ну, это как бы такая, то, что вы не смогли реализовать, это как бы нечто такое, на что вы потратили свой труд в качестве, ну, так, свободного времяпровождения. Ну, а если вот этот ремесленник начнет по половине цене продавать, это излишне? Он начинает приводить цену, цена есть, вы говорили, это цена есть денежное выражение стоимости. Да, ниже стоимости. Да, так что он так сказать, получается, что вот здесь такая стоимость у этого хорста. Так вот, не ниже стоимости, получается, он будет продавать, вынужден. По пониженной цене. А, по пониженной цене. По пониженной цене, потому что с ним взялась стоимость. Вот, я, может, Виктор Иванович нас рассудит, я понимаю так, что это по стоимости фактической, который, ну, при нормальном товарном обращении, цена есть денежное выражение стоимости. В конкретных случаях, здесь вот это самое, Макс, кстати, и вот в том параграфе, что мы сейчас рассматриваем, там приводит пример, что если, скажем, там какой-то продар, там, крестьянину хорст по уши, продается там продар, крестьянину хорст там подороже, а потом в каком-то другом месте продар его, пользуясь, опять же, какими-то случаями, подешевле, там это, вернее, наоборот, купирует крестьянин хорст подешевле, там продар где-то подороже за счет, там, какой-то изворотливости и так далее, то это вообще говоря, в каждом частном случае это возможно, но это не есть сама идея вот этого капитана, а цена там должна соответствовать стоимости, цена соответствует стоимости в средней. И вот здесь, даже, так сказать, в этом случае цена на законном основании приблизилась к той стоимости, в случае переизбытка, это не случайность конкретной сдержки, а именно закономерность, что цена приблизилась к той стоимости, до которой упал данный товар. Или нет, Виктор Иванович? Да вот у Марса есть еще понятие индивидуальной стоимости и общественной стоимости. Это уже дальше, надо почитать будет, посмотреть. Но мы-то сейчас говорим об общественной стоимости. Индивидуальная стоимость, да, а почему дальше? Это было вроде ближе, он говорит, что каждый конкретный там ткач, он может больше либо времени, меньше времени тратить на, изготавливать там 20 старшин хорста. Это вот, как я понимаю, это и есть индивидуальная стоимость, или нет? Он там что-то другое подразумевает под этим дальше. Давайте мы это. Вот можно еще скажу, вот, например, а если произведен лишний товар, например, произвели много стульев, не нужны стулья, рынок смотрит, все производители, стульев много, не будем больше стулья производить. Прошло некоторое время, и раз, и цены пошли вверх на стулья, ну, то есть, как бы переизбыток вот этот, он прошел через некоторое время, и через некоторое время, может, эти стулья вообще как антиквариат пошли, и вообще их цена на них взлетела. Так это что? Ну, во-первых, в отношении антиквариата, я думаю, здесь вот это не работает. То есть, какая-то антикварная вещь, ее цена от стоимости, от трудозатрат при ее производстве никак не зависит. Это другие сообразия. Пусть не антиквариат, но любой товар, допустим, возник дефицит, опять цена вверх пошла. А это вот и есть регулирующая. Так цена вверх пошла или стоимость вверх пошла? Закон о стоимости. Может, все-таки цена вверх пошла. Цена вверх пошла по той причине, что потребность на рынке выросла, так это что получается, что и стоимость вверх пошла? Произвели меньше, чем. Но дело в том, что вот эта стоимость, она подруга, вот только так, как описана ситуация у Маркеса, она достаточно быстро вернется к стоимости. Потому что раз оказалась цена, завышенная над стоимостью, то это стимулирует производство, появляются новые производители, и цена к этой стоимости приходит. А вот можно ли говорить, что вот падает стоимость? Вот я что-то тут у меня тоже твердости убеждений большой нету. Но вот как-то получается, по крайней мере, Маркс, вот здесь и в этой вот, то, что я сейчас зачитал, он это вроде как декорирует. И вот в начале, где он про труд где-то, вот объяснял, где-то было до этого, что вот труд, это только труд, который потрачен на востребованные и полезные вещи. То, что потрачено невостребованное, то не труд. Ну, это вроде понятно, да. Но все-таки... А без диалектики здесь никак. Или вот произвел много компьютеров, там Pentium 4, а потом через год они уже никому не нужны, ты их зря прорезу, и уже цена на них и не вырастет. Да, да, и не вырастет. Тут уже все... Это и забавы для делать компьютеры. И тут, так сказать, цена, как денежное выражение стоимости, уже не придет. Они просто невостребованы оказались. В отличие от Хакстар, который, может быть, там, да, съедят это, будет снова востребовано. Не успели мы от следующего речи. Да и не успели. И нормально. Это ничего страшного. Хорошо прошли, вроде как все поняли здесь. А это очень существенно. Мы сейчас с вами зародыши вот этого находимся, капитала. Это тоже важно. Но тут уже мы продрались через самое сложное. Вот эти формы стоимости, там, конечно, это бы, пожалуй, самый... Надо заканчивать тогда и план, и следующее занятие. Да, это мы тогда проведем. Закончить как раз. Ну вот, а начнем с вас. То есть, противоречия? Да. Так, это самое главное. Откуда берется-то эта Дель-Таде? Что там об этом не говорится. А вот оно там говорится, что не речь. Там застряется на том, что это непонятно. Разрешение противоречит третьим параллельным. Да. Так, а третий параллельный на всякий случай кто возьмет? Да я уже... А, ну, хорошо. Замечательно. Да, на всякий случай, давайте, может, и дальше, это вдруг проскочим быстро. Егор, следующее, там, что там у нас? Ну, во всяком случае, заранее готовится. Да, читать-то не вредно, почитать-то это вперед, не вредно никак. Процесс труда и процесс возрастания стоимости должен быть. Да, 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 ну и все. А, да, давай, четвертая, процесс труда и процесс увеличения стоимости. Из вас абсолютно это... Да? Да, процесс. Да, давайте, да, берите и начинайте читать потихонечку. Так, ну что, ладно. Давайте, с целью гуманизма надо столовую освобождать. Да, давайте. А вот там народ уже горотный. Редактор субтитров А.Семкин